Мне по электронной почте часто пишут смелые защитники диванов, учат как нужно вести политику в городе, учат как нужно защищать его, как сражаться. Вы меня задолбали. Как говорится еще в советском анекдоте, лучше всех играет в футбол это тот, кто сидит на заборе. Так вот, это обращение к вам, смелые диванные генералы. В армии Новороссии служат немало девушек и мы решили встретиться с некоторыми из них, чтобы показать, каким именно должен быть настоящий защитник, противовес диванным смельчакам. Расскажите, что вас подвигло вообще, привело сюда? В первую очередь, я думаю, это не возможно. Знание нашей истории, своих корней, своего отечества. Вот это привело нас в первую очередь сюда. Только потому, что мы здесь родились и мы выросли и дети в нашем мире должны быть в нормальном мире, без всяких угнетений, без всякого рабства, которое нам предлагает Евросоюз и так далее. Ну, все так считают, девочки? Конечно. Совершенно согласны. У меня, в частности, трое детей. У меня есть кого защищать. Меньше, чем 4 года. А почему вы решили, что вы должны их защищать? Есть же мужчины в домах, в городе. Ну, вы знаете, в нашем городе, я вам хочу сказать, очень много диванных войск в виде мужчин. И хотелось бы, чтобы они все-таки осознали всю реальность ситуации и все-таки пришли защищать свой город и свои семьи. Многие считают, что его не нужно защищать, что как раз мы представляем собой угрозу. Армия Новороссии представляет угрозу. Если бы не было армии, не было бы войны. Что же они будут говорить, когда сюда зайдут нацики? Кто им тогда будет угрозу здесь? А что будет с нашими семьями, когда они сюда зайдут? Кто, что в Славянске? Публичная картина? Побираясь на опыт учения. В многих городах, какое идет общение, даже среди наших родственников и знакомых, которые на данный момент находятся на территории, на нашей территории Новороссии, которая сейчас оккупирована. Я хочу сказать, люди плачут и стонут, потому что в пшеничных полях стоят растяжки. Люди не могут убрать хлеб, элементарно, на нашей земле. И ставили батальоны Днепр, ставили, это уже довольно-таки очевидно, известно. Ну и многие другие подразделения, которые не хотят нормально жить с нами в мире. А мы хотим, чтобы наша родина, она и оставалась в нашей родине. Воевать нужно не в интернете, а с автоматом в группах. Надоело в интернете воевать. Ну хорошо, а вы с кем-нибудь уже воевали, вступались в боевые столкновения, в конфликты? Или вас по-прежнему мужчины берегут? У нас с Полиной вообще боевое крещение было. Было, наверное, достаточно боевое крещение. Защищали свои границы своего государства. Ну, границы. Приходилось. Приходилось. Побывали. Реально стреляли, участвовали в боях? Ну, если мы с ней шили под авианалетом бойца, вытаскивали медицинскую помощь бойцам на данном этапе. Шла бомбежка, мы никуда не ушли, мы помогали нашим мужчинам, мы вытаскивали пуль, зашивали рану. А сейчас какие функции выполняете? Сейчас какие функции? Дежурим на блокпосту нашего города, защищая свой город и наше население. Не устаете, это все-таки тяжелый труд. А кто как не мыть? А домашний труд, думаете, легче? Ну, я не знаю, сам живу. Дежурим меня, дежурим сутки, дружище. Женский батальон дежурится в боях на данный момент. В принципе, мужчины тоже заступают, да? Мужчины тоже заступают. Но я хочу сказать, именно в женском батальоне на данном этапе, зная по упрощению наших женщин, у меня достаточно большое количество прибавлений личного состава. А не хотите это все бросить, уйти? Например, вот Россия приглашает к себе беженцами. Устраивает на работу, устраивает жизнь. С беженцами будет хорошо. А что с нашей Родиной? Мы здесь родились, здесь наша земля. А кто здесь останется? Здесь наш дом, здесь наш город. Ну, многие семьи сразу убегают, всеми семьями бросают все и едут. Ну, это хорошо, все убегут, а кто останется? Что будет дальше? Наша Родина Новороссия. Не мы пришли к Бендерам, а одни к нам. Были тут и останемся. Это наша земля. Мы здесь выросли, мы здесь родились, мы здесь воспитывали своих детей. Почему мы должны уходить? Ну, и не страшно вам умереть в итоге за эту Родину? Вы знаете, нет человека, которому ничего не страшно. Нет таких людей. Не страшно только психам. Мы нормальные люди. Но нормальный человек понимает, что нужно делать, где можно бояться, где не нужно. Который умеет свой страх преодолевать. Вот и все. И вы готовы умереть за свою Родину? Если придется. Ну, что вы хотели бы, вот, используя нас, вот, обратиться к диванным войскам, так называемым? Подъем. Не очень просто. Включите свою совесть. Вспомните свои корни, вспомните свои семьи, своих дедов. За что они воевали, за что они боролись? Вставайте и выходите на нашу армию, в нашу молодой страну. Я сейчас прекрасно понимаю, что взывать к совести, к патриотизму жителей мужского пола города Севдоневска бесполезно. Да, да, именно мужского пола, а не мужчинам. Ведь все мужчины уже давно принесли присягу Новороссии и сейчас защищают свой город.